Уважаемые зрители телеканала «Надежда», любовью нашего Господа и Спасителя приветствуем вас и желаем, чтобы вновь наше внимание мы обратили к небесам, к тому, кто вечен, к тому, кто благ, к тому, о ком так много бесед слаживается в нашем современном мире. Еле уживаются две концепции, два взгляда о Боге, обитающем на небесах. Совсем недавно мне довелось беседовать с представителями этих двух концепций. Один из них утверждал о том, что Бог есть любовь, Он вечно милующий, и явившись на облаках небесных на эту землю, каждый человек удостоится чести быть с Ним. Иной же восклицал, нет, Бог жесток, Он наказывает, в Нем нет милости, Он забывает о нас. И каждому из нас, конечно же, хотелось бы знать, каков же тот Бог, в Которого мы с вами верим. Самое главное – понимание, правильное понимание нашего Бога, оно может помочь нам вести себя надлежащим образом, понимать Его правильно. От этого зависит наше настоящее и наше будущее. Часто в Священном Писании нам встречаются ситуации, где человек, заслуживающий наказание Господня, был помилован. Мы с вами наблюдаем о том, как Господь склоняется к человеку, спасает его, помогает, наставляет и дает новый шанс, чтобы он шел дальше. Мы также с вами читаем Священного Писания, отрывки, где Господь как будто бы в великом гневе забывает о милости, забывает о благодати, забывает о благословениях, дающих человеку будущее. Каков же наш Бог? Когда человек рискует быть наказанным, и когда он может рассчитывать на Божью милость? Давайте вместе сегодня взглянем в библейское повествование, чтобы еще раз осознать, каков же наш Бог, обитающий на небесах. Если сказать проще, мы сегодня попытаемся узнать, когда Бог милует и когда Бог наказывает. И в этом нам может помочь повествование из Третьей книги Царств, 16 глава, где мы читаем о человеке, занимавшем большой пост, возглавлявшем Божий народ. И написано, что делал Ахав неугодные передачами Господа, более всех бывших до него. И более сего, мало было для него впасть в грехи. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Иеф-Ваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Ахав, один из самых успешных в свое время царей Северного Царства Израиля, с ее столицей Самарией, заключил мирное соглашение с финикийцами, жителями моря. И заключая с ними союз, он наладил торговые отношения между этими двумя государствами. Этот союз с отцом Иезавели Иеф-Ваалом, что означает «Бог, человек Ваала», он настолько успешно сложился, что подвел Ахава к этому моменту в своей жизни, когда он решил взять дочь Иеф-Ваала себе в жены. Иезавель же, в свою очередь, переезжая из Сидона в Северное Царство Израиля, она взяла с собой это большое наследие, ненужное Божьему народу, Ваалов, богов, новые понимания, новые люди, поклоняющиеся и учащие поклоняться этому божеству. Ваалов, союз с Иеф-Ваалом, союз с человеком Ваала принесло недобрые плоды для этого человека, потому что богопоклонение истинному Богу, оно было забыто и ушло в забвение. Необходимо отметить также, что ситуация в этом Северном Царстве, она только способствовала тому, чтобы этот человек не только грешил перед Богом, но и вовсе вскоре забыл о его существовании. Мы читаем о том, что треразмерная жизнь, постоянные дожди, самые лучшие почвы, они позволяли экономически возрастать этому государству. Не только имея богатство, не только имея достаток для себя, они могли делиться с финикийцами, постоянно доставляя им необходимые продукты. Постепенно Ахав отклоняется с истинного пути, он забывает о Боге, он уходит от Него. И здесь нам можно было спросить, а как Бог все это видит с небес? А не достоин ли этот человек тому, чтобы быть уничтожен с лица земли, стерт, или помиловать его, дать ему шанс, конечно же, Господь не спешит делать выводы. Он взывает к этому человеку, давая новые-новые возможности, новые шансы для того, чтобы он, забывая прошлое, мог бы идти вперед. И мы читаем о том, что к Ахаву, заключившему союз с человеком Ваалов и вовлекшись всецело в дело поклонения, явился Божий человек, Илья, чье имя означает «Господь есть мой Бог». Господь направляет Илью, сообщая о том, что Бог, обитающий на небесах, он близок к Ахаву, он желает заключить с ним союз, и он желает, чтобы в его сознании, в его жизни, в его мыслях и делах он мог бы посвятить себя всецело Господу. Ахав не спешит ответить на призыв Божий, как часто и мы с вами в нашей жизни. Господь стучится, Господь ожидает, но живя, возможно, в достатке, живя, возможно, на этой земле и не ощущая нашу нужду в Боге, считая себя независимыми, мы не спешим ответить на Божий призыв. И Господь, обращаясь к Ахаву, назначает ему время благодати, и он сообщает ему, что не тот, кто называет себя Богом, есть Бог. Необходимо отметить, что Ваал в сознании многих людей был Владыкой Небес. Это был Бог Дождя, это был Бог Огня, это был Бог Молнии, это был Бог Размножения, это был Бог Владородия. И, конечно же, заключив союз с таким Богом, казалось бы, бояться ничего по жизни не надо. Размерность жизни, обеспеченность, казалось бы, это твоей долей. Но Божий человек, являясь, сказал, в три года не будет дождя. Этот указ многое изменил в обычной, рутинной жизни Северного Царства. Отсутствие дождя влекло за собой большие последствия. Каждый человек, включая финикийцев, а также некогда Божий народ, должен был спросить себя, что происходит? Что-то изменилось в жизни? А неужели поклонение лже-богу может повлечься за собой такие последствия? Ваал – это же покровитель неба, это же владыка небес. Как так? Финикийцы ожидали нового, очередного прибытия своих судов, караванов. Они ожидали продукции, богатых урожаев, которые Ахав доставлял по договору с Еф-Ваалом, царем Сидона. «Но караваны не спешили идти, ибо зной пустынный омрачал их путешествие. Некогда зеленые луга, цветущие поля, дающие богатый плод сады, опустили, высохли, источников не стало, в колодцах воды не стало, и путники не спешили идти в путь. Почему нет торговли? Ваал отвечает, нет урожая. Почему же нет продукции? Почему нет урожая? Потому что нет дождей. Почему же нет дождей? Потому что человек Божий, Илья сказал о том, что Бог не даст дождей. Почему Бог не дает дождей? Что случилось? Почему ритм жизни изменился? И когда плачут голодные дети, когда скот погибает, тогда финикийцы, тогда Северное Царство должно было остановить свой ход. Почему-то в нашей жизни так бывает, когда все хорошо, когда есть достаток, когда есть финансовые благополучия. Мы не спешим к Богу. Нам не нужен Бог. У нас есть иные покровители, обеспечивающие нас. Но когда в жизни что-то не так, когда в моей жизни или в вашей жизни происходит нечто печальное, мы взываем к небесам с отчаянием. Почему, Господи? Где Ты? Почему мы не слышим Тебя? Ты забыл нас, а может быть мы забыли Тебя? И Бог доказывает им свое существование. Три года каждый из живущих Северного Царства мог бы спросить, а что случилось? Почему тот, кто является Богом дождя, Богом молнии, почему тот, кто является покровителем небес, не отвечает? Необходимо ответить, что так же три года – это не случайная дата. Согласно убеждений финикийцев, согласно Ефваала, человека, посвятившего свою жизнь служению этого лжебога, необходимо было ожидать воскресения Ваала, ибо каждый год он умирал, и каждый год он воскрешал, и все это сопровождалось большими празднествами. Казалось бы, через несколько месяцев наступит дата, когда Ваал должен будет воскреснуть, и пойдут дожди, земля даст свой плод. Но этого не случилось. Первый год Ваал не спешил воскреснуть, и в следующий год не было его воскресения, и в третий год умер и не воскрес. Илья возвращается. Спустя три года Илья возвращается для того, чтобы еще раз напомнить о том, что Бог живущ на небесах, живой Бог, мой Бог, Мой Спаситель и твой Бог, Он ожидает. На древних рисунках Ваала изображали в виде молнии, в виде огня, и когда является Илья, Он предлагает, давайте мы устроим жертвенники, каждый его зовет к своему Богу, и на тот жертвенник, куда не спадет огонь, тот Бог и есть истинный Бог. Это не было новшеством для язычников, это не было новшеством и для Израиля. Каждый из них понимал, что их Бог, Он является, как Ваал, в веровании, в домыслах, был Богом огня. Иудеи же знали о том, что Бог явился Моисею также в огне, и однажды, явлившись ему в огне, Он посылает этого предводителя вывести народ израильский из пустыни. В сознании обоих наций, как финикийцев, так и Израиля, их Бог являлся в огне, но кто же из них истинный? У обоих те же символы, каждый в том же образе является, но кто-то из них лжебог, а кто-то воистину владыка небес. И в один из дней явившись и Ахав со своими пророками, ложными поклонниками Ваала должны были вызывать Господу и просить Его о том, чтобы Он явился к своему Господу, к лжебогу, к Ваалу. Он должен был явить свою мощь и могущество. Илья, он также должен был вызвать к Богу, чтобы дать ответ, кто же есть Бог. Не только есть ли Он, но также и кто Он есть, Бог милующий или Бог гневающий. И мы читаем, мы читаем с вами в Священном Писании о том, что после целого дня пляск, целого дня зова к Ваалу, так и не довелось увидеть долгожданный огонь с небес. Илья же, обращаясь к Господу, мы читаем с вами его молитву, когда он сказал, «Боже, Авраама, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле и что я раб Твой. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познают в сей день, что Ты Господи Бог и что Ты обратишь сердце их к Тебе». Последний день истекал, три года были позади. Господь взывает и Господь пытается до человеческого сердца достучаться и сказать, что то, во что вы верите и то, что вы понимаете, это ваши домыслы, не имеющие никакого основания. И Илья, взывая к Господу, пал на колени, и мы читаем с вами, «И не спал огонь Господень, долгожданный огонь». В несколько мгновений произношение молитвы Господь услышал и не спослал огонь с небес и поглотил дрова, всесожжение, камни и прах и поглотил воду, которая была во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог». Господь есть Бог. Это был мощный взрыв. Двенадцать камней символ Божьего народа, вода и жертвенник в одно мгновение исчезли, огонь с небес поглотил. И мы читаем далее, что Ваал, претендовавший на то, что он есть Бог, уходит в забвение. И народ Божий восклицает, да, есть Бог, это Бог, обитающий на небесах. Это не изображение, это не какие-то концепции, это не что-то придуманное. На небесах обитает Бог. И мы читаем с вами, что Илья отвел взывавших четыреста пятьдесят лжепроков и заколол их у потока кессона. Четыреста пятьдесят человек были стерты в мгновение с лица земли. Что есть милость Божья? Что есть Божья благодать? Это время ожидания, когда Господь создает новые обстоятельства, когда Господь создает новые ситуации в моей вашей жизни, для того, чтобы мы могли бы на миг остановиться и могли бы найти того живого Бога, дающего жизнь и все для жизни человеку. И это время, это время ожидания, великая милость Божья, которую человеку необходимо осознать. И мы читаем с вами о том, что время милости, оно не вечно, и когда-то Господь ставит пределы человеческому божественному долготерпению. Господь взывает к человеку, но не вечно дух его будет пренебрегаем на этой земле. Апостол Павел, комментируя мысль о Божьей благодати, о Божьей милости, он пишет следующие слова в девятом, девятой главе послания гремлянам, в стихе 22. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы явить богатство славы своей. Я и вы сосуд, готовый к погибели. Я и вы тот сосуд, который Господь может заслуженно наказать. явить гнев свою по отношению ко мне и к вам. Но Господь этого не делает. Он дает нам новые возможности. Для чего эти возможности? Для того, чтобы явить богатство славы своей. Возможно, в твоей жизни были ситуации, мгновения, когда Господь встречался в твое сердце, и ты не заметил. Господь еще ожидает как меня, так и тебя, для того, чтобы мы могли бы ответить на призыв его. И этот огонь, уничтожающий гнев, нещадящий, не коснулся меня, не коснулся тебя. Апостол Петр пишет в своем послании следующие слова. Немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас. Господь нас не просто терпит, Господь нас долго терпит. Как во дни Ахава три года даны были для того, чтобы Ахав мог бы изменить свои взгляды и вернуться к Богу. Как даны были годы финикийцам, чтобы они познали живого Бога и еще раз осознали, что их система поклонения не имеет прочного основания. Так и сегодня Господь стучится в сердца человеческие для того, чтобы явить Свою славу и Своё могущество. И это время дано сегодня для каждого из нас. И написано, что Господь не медлит исполнить Свои обетования, но Господь ждет каждого из нас. Почему же Он ждет, чтобы кто не погиб? Разве ожидает нас погибель? Неужели будет что-то, чтобы прекратить наше существование однажды и навсегда безнадежно? Ответ да. Господь ожидает, чтобы кто не погиб? Господь ожидает, чтобы каждый человек обратил свое внимание на Него. В моей и вашей жизни есть не одна ситуация, когда Господь нас спас, когда Господь явно открывал нам себя, стучась в мое и в твое сердце. Для того, чтобы ты не погиб, для того, чтобы я не погиб, для того, чтобы мы имели жизнь, имели жизнь с избытком, имели жизнь вечную, потому что Он есть Тот, Кто дает жизнь, Он есть Тот, Кто спасает человека, Он есть Тот, Кто протягивает свою руку по отношению к каждому из нас. Время ожидания это время Божьей милости. И на ответ каков Бог, милующий или гневающийся, мы можем с вами дать один ответ. Да, Бог милующий, да, Бог гневающийся, но Ему свойственно в разное время проявлять то же самое качество. Он милует и Он гневается. Нет места гневу Божьему без милости. Прежде милость, а после гнев. Время ожидания сегодня это также время возвещения Евангелия. И написано, что сегодня, когда Евангелие возвещается, Евангелист Матфей пишет, что это день милости, но когда окончится возвещаться Евангелие на нашей планете, тогда придет конец. А что же будет дальше? Мы читаем с вами, что когда придет конец, чуть ниже в Евангелии от Матфея 24 главе написано, что многие люди, не просто люди, а племена земные восплачутся, возердают и скажут, камни падите на нас. Что же случилось? Почему соразмерная жизнь в достатке она так резко изменит свое направление? Потому что день милости окончится и начнется день гнева Божия. День гнева Божия для тех, кто не заметил Божьей милости, кто не понял, что Господь стучится в его сердце, кто не заметил тех ситуаций, тех шансов, тех возможностей, когда Господь давал возможность начать новую жизнь, начать ее с Богом. Возможно сегодня ты тот, кто живет без Бога и поклоняется кому-то. У каждого человека есть свой Бог, и часто он придуманный, но живой Бог, достойный поклонения и наш жизнедатель, он желает каждого из нас пригласить, чтобы принять его как единственного живого и вечного Бога. Нет иного Бога, и если вы его создали себе сами, то откажитесь от него пока не поздно, пока Господь милостив, пока Он взывает и пока Он желает, чтобы мы сделали шаг к Нему навстречу, пока тихое дуновение Божьего ветра, Божьей благодати оно стучится в сердца наши и как важно это почувствовать, как важно это заметить и как важно сделать шаг навстречу не просто к Богу, а к живому, истинному и вечному. Пусть вечный и любящий Бог сегодня благословит каждого из нас и наше решение. Если сегодня вы идете не в то направление, то остановитесь, переосмыслите вашу жизнь и заметьте, что Бог стучится и в ваше сердце. Аминь. Редактор субтитров Продолжение следует...